На базе детской и юношеской спортивной школы уже год как открылась секция по спортивному туризму, но у ребят уже есть большие достижения. Подробнее о том, чем занимаются ребята, смотрите далее. Спортивный туризм – это отдых, который сопровождается физическими нагрузками. Такое занятие нравится очень активным людям, которые не могут сидеть на месте, и которые любят проводить время в компании и наслаждаться красивыми видами природы. Я занимаюсь спортивным туризмом. Это целая большая сложная дисциплина. Это и соревнования. Причем если посмотреть по телевизору соревнования, внешне они довольно-таки невзрачные и незрелищные. Но на самом деле все не так просто, потому что регламент, правила, по которым они организованы, это здоровенная книга на 700 страниц. И все это нужно знать и понимать. Это не просто пришел и посоревновался, но кроме именно спортивной составляющей, есть еще и туризм. Это походы. Для того, чтобы ходить в походы, нужно много чего уметь и много что знать. И первое – это физическая подготовка, иначе с рюкзаком, в котором будет находиться все необходимое, далеко не уйдешь. Немаловажно научиться ориентироваться в лесу, и в целом нужны знания леса. Кроме того, обязательно нужно научиться элементам краеведения, организации лагеря, как приготовить еду на костре, неотложная медицинская помощь и многое другое. Спортивный туризм – это огромная дисциплина, которая учит правилам поведения в походах. В прошлые майские праздники мы ходили на пещеры Санбали. У нас в городе есть русский клуб Чиен, вот и дети наши, мы дружим, ходим в походы вместе, и наши дети провели сельскую работу в прошлом году. Отслеживали негативное влияние человека на природу, на сами пещеры. Пещера посещаемая, нагрузка большая. Хотели выяснить, насколько все это плохо ситуация. Мы оценивали влажность в пещерах, температуру, качество воды, т.д. сметрии. В конце года мы подали на всероссийский конкурс походов и экспедиции все эти материалы. На уровне края мы победили, чем я до сих пор горжусь. Пошли сейчас на Россию. Но даже если мы на России не победим, мы все равно будем продолжать эту работу. В этом году у меня пацаны уже готовятся. Мы пойдем с забором в гроб, с нами ходит лаборант, который будет все это нам помогать правильно делать. То есть вот еще и научная деятельность у нас есть, собственно говоря. Ребята, которые уже сейчас занимаются спортивным туризмом, имеют крепкое здоровье, морально-волевые качества. Мальчишки не боятся трудностей и ко всему готовы. В прошлом году проходила школа выживания на озере Амут, которую они прошли с честью и гордостью, показали все свои знания и умения. А вообще в прошлом году мы летом из походов даже не вылезали. То есть мы как начали ходить, и шесть походов у нас подряд мы и на Моглое поднимались, и на пещере Сан-Борис ходили. Скола выживания вот у нас была, мы по Гуру сплавлялись. Поэтому приходите к нам, занятие интересное, всем понравится. Обучающие занятия проходят в спортивной школе города, где у ребят есть возможность отрабатывать элементы альпинизма. Занимаемся не только здесь, еще на берегу Амура натягиваем веревки, также проходим этапы. Здесь у нас проходят этапы по медицине, потому что здесь удобно таскать по лесенкам носилки. Это отдельное испытание, и очень удобно, собственно говоря. Здесь же отрабатывают флажковые астма по расстоянию, позволяют. В общем, зал можно использовать очень много и совершенно разными способами. Откуда появился детский спортивный туризм? Тренер Василий Заикин рассказал его маленькую историю создания. Сам он увлекался туризмом еще в подростковом возрасте вместе со своими товарищами. Но по окончанию института вся его команда разъехалась, но Василию захотелось идти дальше. Как оказалось, в Амурске есть дети, которые желали и желают ходить в походы и обучаться походному делу. Поэтому было принято решение передавать свои знания юному поколению. Но встал вопрос финансов, так как не каждый родитель рискнет купить своему ребенку специальное снаряжение, которое стоит недешево. Ребята, которые сегодня обучаются спортивному туризму, ходят на занятия с большим желанием и интересом. Ведь на каждом уроке они узнают что-то новое. От их знаний зависят эмоции от похода, в который они пойдут в ближайшем будущем.